Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео очередной обзор очередной прикольной колоды. Колода эта называется Naughtical. Вот такая вот беленького цвета колода. Давайте глянем ее и посмотрим, что она из себя представляет. Ну что ж, друзья, давайте глянем эту колоду. Колода называется Naughtical. Есть они в красных, в синих цветах. Есть еще в белом цвете вот такая вот колода. Но прежде чем мы начнем обзор, я хочу отдельно поблагодарить моего подписчика Виктора, который живет в далеком нам Манчестере, на Туманном Альбионе. И который постарался и прислал мне вот эту колоду. Поэтому, Виктор, если ты сейчас смотришь этот обзор, отдельное тебе моряцкое прям спасибо за то, что эта колода у меня появилась. Итак, что же, как выглядит наша коробочка? То есть коробочка обычная такая вот, просто без всяких надписей. Белая коробка и здесь такие, как будто бы сеть такая накинута на нее. Видите, такие сплетенная сеть. Давайте мы ее откроем. Посмотрим, что у нас там внутри. Итак, первым делом, что у нас тут есть. Как обычно, здесь есть Double Back карта. Как обычно, здесь у нас есть Joker и Two Speak. Joker здесь один. Выглядит он такой вот в форме корабля такого. То есть обычное такое парусное красивое судно. Название, к сожалению, здесь не просматривается. Ну да ладно. Я уверен, что на этом судне точно такие же лихие матросы, как и на моем. Окей, давайте, наверное, сейчас сразу я вам покажу рубашечку. Рубашечка выглядит у нас вот таким вот образом. То есть та же самая сеть. Белый кантик по краям. Здесь вот такая вот эмблемка. Где такие два скрещенных якора. И надпись Nautical. Собственно, колода так и называется. На такой вот старинной ленте вьющейся. Nautical переводится как морская, круизная, мореходная, навигационная. В общем, короче, это мои навигационные карты. Теперь будут Nautical cards. Итак, далее что у нас есть. Здесь у нас Two Speak. Надпись Nautical. Значит, это римские цифры здесь у нас такие. Здесь, собственно, надпись о производителе House of Playing Cards. И надпись о его дизайнере, если я не ошибаюсь. Здесь, собственно, такое изображение пиковой масти, якорь и такой вьющийся канат. В общем, мне эта колода прям очень по душе, как человеку, близко связанному с морем. Вся эта морская тематика, морская романтика мне очень близка и я ее очень люблю. Итак, значит, вот такие вот у нас. Такой вот у нас пиковый туз. По цвету хочу заметить одно дополнение сделать. То, что цвет здесь не совсем черный. Здесь скорее такие темные-темные чернила, как вот у ручек у синих есть. Вот такие вот прям темненькие чернила. Потому что это не совсем черный цвет. Такой скорее темно-синий. Ну и то же самое на обычных картах. Точно такой же цвет. Индексы у нас такие же. Никаких изменений здесь нет. То есть, обратите внимание, как прорисованы старшие карты. Все то же самое. Единственное, что здесь кантик, обложечка, точнее не обложечка, а обводочка сделана в виде тоже каната такого, видите, морского. Точнее, рамочка. Ну и здесь такой вот узелочек сверху завязан. И карта полностью одного цвета. То есть, здесь только белый цвет и вот этот вот темно-темно-синий. Все, больше никаких цветов здесь нету. Ну, точно так же у нас дамочка, король. И пошли дальше. Вот червовый туз. Такой туз тоже со скрещенными якорями. И так же вот пошла. Красный цвет здесь слегка затемнен. Ну, в принципе, у иллюзиониста такая фигня, такая фишка есть. Ну и вот и хаус поинт карты тоже есть. Смотрите, значит, старшие карты красных карт абсолютно то же самое, но только прорисованы чисто красным цветом, белый и красный. Мне вот эта фишка очень тоже понравилась, потому что это немножечко необычно. И так как-то, в общем, мне по душе. Такая вот у нас дама, такой вот у нас король. Соответственно, крестовый туз, крестовые масти. Такие вот у нас старшие карты крестовые. Ну и, соответственно, бубновый туз, также скрещенные якоря. И такие вот сами карты. Старшие карты тоже самое. Друзья, материал немножечко другой какой-то вот он. Он такой более гладкий, более гладкий, но в то же время я бы не сказал, что он какой-то плохой, что ли. Нет, он наоборот очень классный, очень офигенный. Единственное, что у меня не получается, нормально с ним пока что делать фаро врезку. Почему-то он не так хорошо идет, как, например, на тех же байсиклах. То есть там карты сразу как-то проникают друг в друга. Здесь немножечко надо как-то их еще потереть. Вот, немножечко надо их туда-сюда поработать. Что касается качества самих карт, ну, ребята, это просто божественные карты. То есть они выгибаются просто идеально, как мне надо. То есть подстраиваются полностью под мою руку, как мне нужно. Скользят так же, все классно. Скольжение у них прям офигительное такое. С перевороты все наши любимые так же делаются легко. Ой, маму, уронил. Кому понравились такие карты, друзья, я даже не знаю, где бы вам сейчас дать ссылочку. Потому что я посмотрел в магазины, в наши, да, вот эти. Happy Magic, 54 Cards, Cardition. В общем, там сейчас на данный момент таких карт нету. Поэтому ссылок дать я вам не смогу. Но если у вас появится возможность, вот просто купите, не пожизрите. Карты действительно очень клевые. Материал просто божественный у них. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк и его моряцкая колода Naughtical White. До следующих встреч на нашем судне. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...